коллеги всем день добрый я надеюсь вы меня слышите время уже три часа и мы начинаем наш сегодняшний может сказать вечерний вебинар до под конец рабочего дня такое время мы выбрали неспроста как правило что в 11 утра мы делаем вебинары которые такие более подробные сегодня я буду вам рассказывать про новые продукты в которые входят состава и коллекции а именно об облачном сервисе автодеск docs также расскажу какие различия есть между платформами от из construction cloud и бим 360 расскажу какие есть фишки новой платформе и чем она отличается собственно чем docs в этой платформе то есть контрачно клад отличается от платформы внутри бим 360 давайте сейчас буквально в чат напишите пожалуйста хорошо ли меня слышно видно ли презентацию видно ли меня потому что я буду активно что даже стекулировать что-то показывать руками вот но все будет на ваш экранах виде презентации поэтому пожалуйста пишите в чат насколько хорошо вы меня слышите и видите отличная обратная связь от вас получил давайте наверное представлюсь в таком слайде меня зовут иван горденко я руководитель направления облачных сервисов облачных технологий в компании csd мы являемся официальным дистрибутором компании автодеска по направлению архитектуры и строительства являемся крупнейшим дистрибутором российской федерации 93 года у нас огромный партнерский канал более 100 партнеров по всей российской федерации и давайте наверно я представился рассказал о вас давайте наверное я попрошу вас ответить на один из наших вопросов которому заранее подготовили пожалуйста ответьте чем занимается ваша компания вот буквально наверно 30 секунд займет этот опрос и мы продолжим дальше конечно же я поделюсь с вами этими ответами чтобы вы тоже имели представление кто сегодня вместе с вами присутствует на нашем сегодняшнем вебинаре вот ну я уже вижу огромное количество проектных организаций это отлично проектировщики двигателей прогресса без проектирования ни одна стройка бы никогда в жизни не справилась также вижу что есть представители из компаний которые не представлены в полосы давайте на разокрою сейчас уже окно голосования так уже принципе все закончилось поделюсь с вами вариантами ответа да как видите что почти половина сегодняшних наших слушателей участников сегодняшнего бинара это проектировщики всем это правильно потому что сегодня будет очень много информации именно для проектировщиков да именно то что появилось в сервисах в оек коллекциях что чем они могут пользоваться и какие так сказать плюсы дает использование облачных сервисов компаниях т.д. для проектировщиков сейчас закрываю я поле голосования и мы будем двигаться давайте буквально содержание о чем все поговорим поговорим конечно же о платформе астас констрат шипал что это такое с чем ее едят и для чего в тд создал эту платформу и дальше мы уже тронем сервисов тд с докса тот сервис который 7 февраля пошел в состав а я коллекции до прошло полгода мы много об этом провели вебинаров вместе с автодеском и отдельно от автодеск мы говорили что докс теперь составе а я коллекции но при этом подробно мы сервис не рассматривали всегда говорили что он в точной копии bim 360 и как раз расскажу про возможности этого сервиса и чем он отличается от bim 360 а также пользует для текущих пользователей наших коллекции bim 360 расскажу что собственно изменилось для них как они могут это все настроить запустить и уже использовать внутри своей компании ну а также конечно же без сессии вопросов на ответов мы сегодня обойдемся и я буду отвечать на ваши вопросы уже в конце нашего вебинара ну и в итоге до автодеск констракшн клавд что это кора то есть констракшн клавд это новая платформа компании автодеска которая позволила сделать более сквозным сквозным работу на работу над жизненным циклом всего проекта начиная от концепции проекта до передачи его в эксплуатацию сделать это более сквозным а почему сквозным потому почему более сквозным да это я расскажу чуть позже да но при этом да как видите уже в описании что тест констракшн клавд он объединяет рабочие процессы всех специалистов и данные едином месте над работой над всем жизненным циклом проекта и дает кучу положительных и эффективных инструментов для улучшения работы компании улучшения работы сотрудников увеличение прибыли и построение правильного взаимодействия эффективного взаимодействия что входит состав платформы с констракшн клавд ну конечно же сервис от адрес dogs это фундамент для работы в платформах с констракшн клавд как и бим 360 dogs был фундамент для работы бим 3 сад здесь точно также с него начинается вся работа в нем строится вся структура а и он также входит состав всех сервисов с констракшн клавд которые я сегодня вам расскажу для проектировщиков сервис бим коллаборейт про или коллаборейт про это просто коллаборейт бим коллаборейт это два продукта которые позволяют проектировщикам построить совместную работу искать коллизии то есть таким образом что бим коллаборейт позволяет искать коллизии интегрируется с ревитом интегрируется с навесворксом есть возможность проверять модели на пересечения эти пересечения передавать уже в Navisworks, сделать более глубокий анализ моделей. А версия Collaborate Pro – это Pro-версия сервиса Beam Collaborate, то есть уже версия, которая позволяет построить совместную работу среди проектировщиков, среди Revit, Civil 3D и Plan 3D за счет плагинов Revit Cloud Worksharing, Collaboration for Civil 3D и Collaboration for Plan 3D. Таким образом, и при этом в Collaborate Pro также функционал Beam Collaborate по поиску коллизий также входит. Новый сервис Autodesk Takeoff, он появился также в начале этого года, 7 февраля. Про него мы еще ничего не рассказывали, я только готовлю вебинар, поэтому сервис вы можете также в чат написать, если хотите прийти на этот вебинар, не видели наших новостей, мы вам пришлем ссылочку на регистрацию. Autodesk Takeoff – это сервис для планирования, он позволяет делать то, что делает Navis Forks в своем модуле Quantification, то есть ввести подсчет объема моделей по 3D-моделям, или же по, вернее, количестве показателей по 3D-моделям или по 2D-черсежа. Вносить всю эту систему, передавать всю эту работу в сметчики, сметчики уже в свои программы, в сметные какие-то решения будут носить эти данные, которые были получены в облаке, то есть уже в работу, в облаке, в облочную работу, в облочную среду подключаются уже и сметчики, сметные расчеты, они также строят здесь совместную работу, анализируют модели, находят общие объемы и отправляются это дело в сметное решение таким образом, что эффективность работы над моделью, над проектом, она опять же возрастает за счет того, что большее количество специалистов уже подключается в работу. Ну и, конечно же, Autodesk Build – сервис для строительства, он кардинально отличается от сервиса BIM 360, то есть там появились новые фишки, новые функции, там появилось очень много инструментов дополнительных для строителей, в которых мы также будем вести вебинары, и в конце нашего сегодняшнего вебинара я расскажу, когда все это будет, то есть когда вам смотреть наши новости и регистрируется в наш следующий вебинар. То есть Build – это для строителей, для ведения стройки, он уже основан не на платформах TaskForge, как это было в случае с BIM 360 Build, этого сервиса уже построенный на базе продукта PlanGrid, PlanGrid Build, он также интегрируется с приложением PlanGrid Build, и то есть весь функционал вот этого решения PlanGrid, если вы о нем слышали, то вы, наверное, плюс-минус знаете, о чем я сейчас говорю, о чем идет речь. Ну и сервис Afterdesk Tandem – это сервис уже для эксплуатации, для ведения каких-то эксплуатационных работ, при этом, кстати, что в Build тоже есть сервис Assets, который позволяет вести такую банальную эксплуатацию над каким-либо оборудованием, которое было заложено в модель, которое было в итоге привезено на объект и смонтировано. Вот, Tandem позволяет тоже вести эту эксплуатацию, но сейчас в России он пока не продается, он сейчас находится только на бета-тестировании. Если вы уже используете платформу Test Construction Cloud, то в целом вы можете примерно понимать, вернее, вы сможете отправить заявку, можете написать мне, я помогу вам это сделать, чтобы вам включили Tandem для тестирования, чтобы вы понимали, то есть как, что сервис позволяет делать и смогли понимать, то есть можете его применить в своем интендере своей компании или нет. Вот есть функционал сервисов, который входит в платформу Test Construction Cloud, я, в принципе, вкратце рассказал про него, поэтому на этом слайде долго останавливаться не будем. То есть, да, здесь, как видите, что все данные, которые собираются в платформе Test Construction Cloud, они подключаются к другим сервисам, и в итоге со всех сервисов можно подключиться к доксу и забирать те модели, те файлы, которые внутри него расположены. Ну и прежде чем я перейду вот на этом слайде, да, к Autodesk.docs, прежде чем я перейду на Autodesk.docs, я попрошу вас ответить еще на один вопрос. Используете ли вы уже сервисы, облачные сервисы компании Autodesk в своей работе? Какие именно сервисы используете? И можно ли вам использовать эти продукты? Да, то есть, во-первых, мне интересно, то есть, планируете ли вы приходить на платформу Autodesk Construction Cloud или нет? Вот, но я вот уже вижу, что один из первых ответов, который появился, нет, нам не запрещено использовать облачный сервис Autodesk. Вот, если вам запрещено использовать, но очень хочется, то вы также можете в конце вебинара сфотографировать мои контакты, написать, и мы с вами обязательно свяжемся и попробуем переведить вашу компанию. Во-первых, узнать, почему вам запрещено использовать облачный сервис Autodesk, а во-вторых, почему бы вам и не попробовать их использовать, причем, что ничего секретного, вернее, не обязательно в Autodesk Construction Cloud, в облачных сервисах Autodesk, хранить какую-то секретную информацию, но уже можно хранить только ту информацию, которая постоянно в работе, которая не является секретной, которую вы стройники могут вполне себе использовать. Вот, закрою окно голосования, также поделюсь этим голосованием с вами, да, то есть, как видите, примерно треть сегодняшних слушателей использует BIM 30, даже половина использует облачное решение Autodesk, да, это почти 49%, и другая половина они не используют, но при этом планируют, поэтому вам этот вебинар будет, наверное, вдвойне полезнее решить, решиться приобрести сервисы BIM 360, ввести их в свою работу и с ними работать. Ну, а те, кто сейчас 10%, да, находятся, то есть, кто использует Test Construction Cloud, уже используя Test Construction Cloud, вы большие молодцы, вот, это, в целом, наверное, хороший показатель для платформы, которая только в стол появилась, да, и я надеюсь, что вы как раз либо новый пользователь облачных сервисов Autodesk, вам будет проще запуститься, вернее, начать работать с этой платформой, если вы перешли с BIM 360, то это вообще очень круто, поэтому вам, наверное, сложнее, да, перенастроиться с платформы на платформу, но при этом Test Construction Cloud я ее лично тестировал, да, чтобы подготовиться к этому вебинару, мне она показалась намного удобнее, чем BIM 360 для работы. Ну, а теперь давайте перейдем уже к Artdesk Docs, да, то есть, к этому сервису, что он позволяет делать, то есть, он позволяет построить грамотное взаимодействие среди специалистов, то есть, как правило, да, стандартная работа в структуре папок, локальных компьютеров, по телефону, WhatsApp, Telegram, она неэффективная, она, то есть, есть моменты, где данные, какая-либо информация, замечания, она может теряться, эта информация, то есть, на каком-то этапе, и, как правило, да, вот, как здесь хороший пример, то есть, да, вот, есть руководители проекта, которые общаются либо с управляющей компанией, либо с генподрядчиками, да, у них там есть еще внутри, внутри компании свои сметчики, с подрядчики, но таким образом, да, что происходит внутри, там, инженерки, что происходит внутри, там, что хочет, вернее, заказчик получить этот объект, они могут просто не знать или через какой-то сломанный телефон от генподрядчиков получать эту информацию, поэтому необходимо, я считаю, необходимо ввести единую среду данных, не важно, что это может быть, это может быть просто какое-то облако Google, но в идеале, да, есть, это может быть, там, какое-то облачное решение с кучей функционалов, потому что облако Google, Яндекс.Диск, оно не позволяет делать то, что делает Desk Construction Class, что делает Desk Docs в частности, то есть, как именно, да, эти сервисы, они позволяют объединить внутри единого целого, внутри единого пространства всех специалистов в работе над одним проектом. И как раз это Desk Construction Cloud позволяет это делать при этом всем этим специалистам, не просто позволяет держать эту информацию, он позволяет еще и с этой информацией работать. Desk Docs – это среда для управления документами и общими данными, то есть, это то самое единое пространство для работы, единая среда данных, все сотрудники, которые к ней подключаются, они имеют доступ к этим файлам в рамках своих каких-то, в рамках уровней доступа. И работа с этими файлами, совместная работа, замечания, согласования, все это есть внутри системы, про это тоже чуть позже расскажу. Ну, давайте, наверное, перейдем к возможностям платформы. Не запустилось автоматически видео. Вот, я не запустил. То есть, первое, что позволяет делать Desk Docs – это работать с файлами, просматривать эту документацию, обмениваться этой документацией, продавать права доступа, там, фильтрация поиска этой информации, настройки администратора проекта и так далее. То есть, все с этими файлами, все, что есть внутри системы, это можно делать, взаимодействовать, менять, копировать, передавать. Есть широкие настройки уровня доступа к папкам, то есть, есть инструменты для согласования файлов, да, то есть, взять файл, направить его по определенному маршруту согласования, взять файлы и передать их кому-то из подрядчиков, выдать замечания к этим файлам, да, и эти замечания назначатся на них ответственного, кто будет их исправлять, контролировать эти замечания, выдать дату, до которой это замечание должно быть устранено, причем замечание может выдаваться либо на конкретного пользователя, либо на конкретного человека, да, на какого-то там, именно с конкретного сотрудника, с конкретной роли, например, да, выдать замечания всем архитекторам. Все архитекторы получат это замечание, и там уже между собой они разберутся, кто будет его исправлять. Или же даже на всю подрядную кампанию выдать замечания и дальше там, да, пусть внутри этой кампании подрядный, они этим как бы занимаются. Вот. Про согласование, передачи, замечания, отчеты, это я все вам рассказал, да, то есть что с документацией это можно делать. Про уровни доступа, давайте более подробно, вернее про просмотр файлов, то есть платформа поддерживает более 60 форматов данных для просмотра, именно для просмотра файлов, да, то есть помимо этих 60 она скидает больше файлов, намного больше файлов, просто она не сможет их посмотреть, но при этом хранится они внутри платформы могут. И вы их сможете прямо из облака, из этой платформы открыть посредством бесплатного приложения Desktop Connector, отредактировать, сохранить, она автоматически сохранится внутри BIM 360 по новой версии. Да, с этими файлами работать неудобно, но платформа поддерживает более 60 форматов файлов, это не только файлы компании Autodesk, да, там Revit, AutoCAD, там, все, что входит в ее коллекцию, можно здесь посмотреть. Плюс ко всему, есть еще инструменты, там, вернее, посмотреть файлы PDF, можно посмотреть, DWG декомендацию, файлы Microsoft Office, также можно посмотреть. Есть инструменты по передаче файлов, да, функция Transmittals, или просто взять, копировать ссылку и отправить эту ссылку кому-то, причем ссылку можно привязать к конкретной дате, то есть там, допустим, там, сегодня 21-22, эта ссылка прекратит свою деятельность, то есть у сотрудника будет только один день на просмотр этих файлов. Вот, и я вижу уже вопрос в чате, да, поддержит ли формат проекта, честно, я не знаю. Вот, а проект это, по сути, Excel, то есть Excel он поддерживает, то есть если вы проект выгрузите в Excel, он его сможет посмотреть. Вот, и если вам не сложно, вот, и вы сможете мне передать как-то, хоть какой-то файл Microsoft Project, я его кину в облако, или же там, вы можете запросить реальную версию и сами все это сделать, проверить, съест или не съест. Вот, может, кто-то из наших слушателей уже использует это, там, кто использует BIM 360, они, или, когда в Test Construction Cloud, они могут нам сейчас ответить на этот вопрос и сказать, что, типа, да, Microsoft Project использует, мы это делаем. Вот, я просто не могу физически проверить все файлы, которые платформа съедает, потому что, во-первых, у нас этих файлов просто может не быть, во-вторых, и программное обеспечение, которое может создавать эти файлы, у нас тоже может не быть. Вот. Я вижу уже следующие вопросы, они посыпались, я на них обязательно в конце отвечу. И вот про Excel уже заговорили, на него отвечу сейчас. С Microsoft работать можно. Внутри платформы встроен сервис Microsoft 365, если у вас есть подписка. Причем, кстати, если у вас, например, на Avtis Construction Cloud там 10, 25, там 100 подписок и больше, да, то есть, ну, при этом у вас есть хотя бы одна подписка на Microsoft 365, под этой подпиской вы можете заходить и редактировать файлы всей компании. То есть, Avtis позволяет это сделать с Microsoft, а не Microsoft об этом не знает, но мы об этом знаем, мы это тестировали. То есть, и причем внутри Microsoft отображаться будет только, ну, одна учетка, но в Autodesk будет отображаться именно тот человек, который этот файл отредактировал. Хоть и под одной учеткой Microsoft вот этой 365. Вот, поэтому в Microsoft 365 с макросами работать можно, соответственно, с макросами работать можно, если у вас есть подписка на Microsoft 365, если я под названием не ошибаюсь. Вот, то есть, это базовые функции, то, что я показываю, это базовые функции Autodesk TOX. Они точно такие же, как и в случае в BIM 360, то есть, ничем не поменяется, но здесь идет TOPS пользователя. Ну, и давайте, наверное, перейдем уже, наверное, есть смысл перейти к основным отличиям DOX от BIM 360 и отличие следующее – более точные уровни доступа. То есть, да, как видите, что их немного меньше, чем есть в BIM 360, но при этом здесь есть как бы разница, да, то есть есть только просмотр файлов или просмотр и загрузка файлов. Есть возможность редактирования, создания, да, то есть создавать, просматривать, вернее, скачивать файлы и создавать маркапы, да, то есть, вернее, получается просматривать, скачивать и ставить пометки, ставить замечания, или же еще и загружать сюда файлы. То есть еще один уровень доступа, который позволяет загружать файлы в BIM 360. Ну, уровень edit, то есть уровень редактирования, он позволяет перемещать файлы внутри папок, создавать новые папки и так далее. Ну, и доступ менеджер – это доступ к администраторским настройкам, то есть возможность еще внутри платформы менять уровень доступа другим сотрудникам. Ну, этим, как правило, уровнем не знаю, кто пользуется, честно, я вот не встречал в практике, чтобы кто-то кому-то давал такой доступ. Есть просто администратор, который все это позволяет делать, и он, в принципе, делает. Сменилось название папки Plants, то есть Plants из BIM 360 внутри платформы AppDest Construction Cloud теперь называется ForzaField. И ForzaField работает точно так же, как работал Plants, но ForzaField, он коннектится с PlanGrid. То есть Project Files, вернее, папка Files из Docs с PlanGrid не коннектится, он, PlanGrid не видит эту папку, но теперь, да, в BIM 360 этого не было. Здесь это появилось, когда мы можем согласованные файлы автоматически положить в папку ForzaField, да, то есть производство, условно, да, согласовали файлы в производство работ, положили в папку ForzaField, и теперь строителям эта согласованная документация стала доступна на объекте. То есть они заходят в свое приложение, в PlanGrid Build, и видят те файлы, которые у них согласованы, которые актуальны, и берут, соответственно, их в работу. Следующая основная отличия – это сквозная работа с файлами между сервисами. То есть если кто-то использовал BIM 360, тестировал BIM 360, BIM 360 была такая штука, что если вы используете, например, Build, то вам всегда нужно было возвращаться в Document Management для просмотра какого-либо файла. Если вы используете BIM Collaborate, то возвращаетесь обратно в Document Management для просмотра файла. Используете Collaborate Pro – то же самое. Здесь папка Files доступна во всех сервисах Artex Construction Cloud. То есть будь то Docs, будь то Build, будь то Takeoff, то есть во всех этих сервисах вы получаете, не переходя из сервиса в сервис, получаете доступ к базовым функциям, то есть к базовым файлам, которые находятся в зоне Work in Progress, которые работают. То есть получаете доступ к домашней странице, к Home Project, чтобы увидеть, какие замечания вы выдавались и так далее. То есть если в случае с BIM 360, это, так сказать, универсированная работа, универсированная работа в случае с BIM 360 касалась только сервисов ИШИСов, в то время функционала ИШИСов, то есть ИШИСы можно и в Build было посмотреть, и посмотреть ИШИСы можно было в Document Management, то здесь и уже и файлы добавились в эту работу, сервис файлы можно посмотреть и там и так. При этом вы, наверное, обратили внимание, что в Build и в Takeoff появилась еще вкладка Sheets, это листы. То есть сейчас, если мы выбираем какой-то файл в зоне Files, мы его можем опубликовать в листы. То есть если раньше в зоне Plants это все происходило, то есть положили файл PDF, сделали настройку, он многостраничный PDF разбил на отдельные листы. Теперь, если этот файл лежит в зоне Files, мы его можем опубликовать в Sheets, он сам сделает все настройки, мы ему все покажем, какую страницу, как называется, и он этот также в PDF, Revit файл, IDVG, он их также разобьет. Изменения коснулись и выдачи замечаний внутри платформы. То есть появилось больше статусов, то есть статус в ожидании решения какого-либо замечания, статус в согласовании, то есть в работе, грубо говоря, и закрытый. То есть ушел драфт, то есть драфта больше нет. Создаются замечания немножко по-другому. То есть если в BIN 360 нужно было нажать сначала на элемент, то здесь сначала нужно выбрать тип замечания, которое мы создаем, а потом уже выбрать место, куда это замечание поставить. И нужно сделать меньше действий, то есть раньше нужно было всех ввести, по шаблону все подготовить. Если есть шаблон, то прекрасно. Если шаблона нет, то все нужно было вручную заносить. И, например, дата старта, дата старта замечания, она была фиксирована. То есть когда создали, тогда и старт. Здесь дату старта данные замечания, данные проблемы можно отложить. То есть ее можно сделать, следующим днем поставить, и сотрудник не увидит ее сразу и резко начнет работать. будет знать, что типа, ага, с завтрашнего дня мне нужно решить вот эту вот эту проблему, которая была в замечании. Можно текущую ставить здесь, то есть у вас есть право выбора. Нельзя только предыдущую ставить, следующую можно. Дальше появились референсы. В BIN 360 этого не было. Референсы – это attachments, то есть то, что мы можем прикрепить к данному замечанию. Фотографии, файлы, RFIs, которые были созданы в билде, или assets. То есть assets – это уже возможность создавать QR-коды на оборудование и эксплуатировать это оборудование. То есть уже замечания можно создать на конкретное оборудование. То есть, например, создать замечания, поставить assets, поставить QR-код, сказать, ребята, надо спонтировать срочно вот эту там вентустановку. Ребята получат замечание, пойдут ее устанавливать. Все остальное то же самое. А, ну еще изменилось поле комментов. То есть теперь нету зоны переписки, зоны activity. Есть только activity log, который показывает все, что было оставлено. Появились комменты. То есть общаться теперь по выдаче замечаний можно с комментариев. Это functional plan grid, он сюда также плавненько перетек. Ну и для всех пользователей, и Fdesk Construction Cloud, и для пользователей BIM 360 появился функционал интеграции с AutoCAD и интеграции с Revit. Интеграции с Revit была, с AutoCAD не было. То есть теперь в зону collaborate мы можем отправить файлы в Autodesk, в docs. То есть данный пример, причем мы можем выбрать, какие именно листы мы публикуем в docs, какие именно модель публикуем, не публикуем в docs. И тогда мы можем сюда добавить еще какие-то файлы из другого модели, она тоже туда загрузится. Нажимаем кнопку отправить, выбираем проект, который это все дело нужно сохранить. Выбираем папку, соответственно, которая сразу коннектится из BIM 360 или в TEST Construction Cloud. Выбираем файл, нажимаем ОК, и эти файлы, происходит загружка, загружка, загрузка. И эти файлы уже загружаются в TEST Construction Cloud или в BIM 360, и можно с ними работать. То есть не нужно делать, опять же, лишних действий, взять файлик, перетащить, скопировать туда его или загрузить. То есть не отрываясь от работы, не скрывая AutoCAD, загрузить файл AutoCAD в BIM 360, как сейчас показано, или же в Autodesk Construction Cloud. С Revit точно такая же история. То есть есть модель, мы можем ее, то есть если там, да, в AutoCAD мы называем совместную работу, кнопка Collaborate, то здесь просто сохранить файл, как, и выбираем, куда его сохранить. И этот файл, выбираем папку, потому что точно так же, как и случится с AutoCAD, все, модель сохраняется в облаке. То есть такая же удобная функция и для пользователей, которые с AutoCAD уже перешли в BIM моделирование, в Revit и в нем работает. И, кстати, в Revit тоже удобно показано, что файлик в облаке находится. И что вам интересно, обратный процесс в случае с Revit, он также работает. То есть мы этот файл прямо из Revit можем открыть, вернее, файл, который лежит в облаке, можем из Revit открыть и с ним продолжить работу. Единственное, только, наверное, это неудобно для ежедневной работы, потому что если вы работаете с файлом из облака и постоянно нажимаете в Revit и сохранить, 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 там каждые 15 минут, версионность файлов будет просто вот такая. То есть там будет этих версий за один день, ну, штук 60, так точно. То есть, да, там, условно, каждые 15 минут сохранятся, вот мне 60 версий набежит. Наверное, это неудобно. Но для каких-то либо устранения замечаний, быстрых устранений замечаний, это можно сделать. Причем есть же интеграция issues с Revit, то есть issue for Revit. То есть мы замечания, которые нам оставляли внутри AutoCAD Station Cloud и любимый 30, мы в Revit можем открыть и их посмотреть. Ну и давайте, наверное, перейдем к пользователям AECO, пользователям BIM 360. Что вам нужно знать? То есть все текущие клиенты BIM 360 Docs, да, они получили доступ к платформе AutoCAD Docs 7 июля. То есть теперь у вас есть возможность использовать и старую платформу, и новую платформу. И то есть вы решаете, то есть чего вам, ну, и новые клиенты, да, которые используют AutoCAD, не AutoCAD, а EECO коллекции, кто использует EECO коллекции, вы также, мы решаете, то есть вам где начинают свои проекты внутри BIM 360 или AutoCAD в AutoCAD Docs. То есть у вас есть выбор, как это сделать. Ну и также после 7 июля BIM 360 Docs не продается, и при этом AutoDesk Docs отдельно продается 7 июля. То есть если раньше он входил только в состав AECO коллекции, сейчас он продается отдельно, его можно приобрести. И, по-моему, если я не ошибаюсь, я почему-то вот этот момент опустил, но продляются Docs, BIM 360 Docs новыми Docs. Поэтому, уважаемые коллеги, уважаемые пользователи, если вдруг у вас наступил момент продления, и наши партнеры вам выставляют счет на AutoDesk Docs Renewal, не пугайтесь, это нормально, вот так должно быть. То есть BIM 360 Docs продляются AutoDesk Docs. У вас есть теперь эта возможность начать тестировать новый продукт. И еще очень интересный момент, что, например, если у вас есть топ-отписок на BIM 360 Docs, и вы можете хранить свои проекты и там, и там. То есть я рекомендую всем нашим клиентам все-таки переходить на платформу AutoDesk Construction Cloud, потому что AutoDesk будет ее еще поддерживать. BIM 360 еще roadmap, насколько я знаю, там развитие на полтора года. Вернее, полтора года это была информация в феврале. Сейчас, наверное, уже год остался до развития BIM 360. Потом AutoDesk просто поставит, не будет ее развивать дальше, она просто будет поддерживаться. Так же долго, как это сейчас происходит с BIM 360 Team, он так же поддерживается. Его еще официально там полностью никто не закрыл. Вот. Поэтому призываю вас использовать уже новую платформу, новых проектов. Как начать работу? То есть чтобы начать работу в FSC Star Warsклад, мы об этом говорили много раз в вебинарах, которые были предыдущие. Я просто повторюсь, потому что еще не все клиенты, не до всех клиентов эта информация дошла. Поэтому я повторюсь, я не могу этого не сделать. Переходите на FSC, на менеджер-тест.ком. Если у вас есть AEC коллекция, у вас есть AEC коллекция, у вас есть AEC 360 DOCS, ой, просто Autodesk DOCS, и если вы просто приобрели DOCS, то просто AEC коллекцию вы пропускаете. Нажимаете «Акс получить доступ», вы должны выбрать, на какую платформу использовать. Unified Project – это возможность использовать AEC Construction Cloud, BIM 360 US или европейский сервис – это возможность использовать платформу BIM 360. Вы можете делать это и так, и так. То есть это не разовый выбор. То есть один раз выбрали AEC 360, второй раз можете выбрать BIM 360 и там и там хранить свои проекты. Это не проблема. Причем AEC поддерживает программы BIOS, то есть когда пользователи, которые там, ваши коллеги, подрядчики, которые уже используют AEC Construction Cloud, у них есть AEC DOCS, они со своими учетками DOCS могут переходить в ваш проект со своей учеткой, то есть вы не тратите на свою лицензию. То есть таким образом, в этом примере, 40 мест AEC коллекции, плюс DOCS, которые вы приобрели отдельно, там 50 штук, того у вас 90 мест Autodesk DOCS для работы, то есть для взаимодействия. 90 человек за счет AEC коллекции и мест, которые вы брали, можете подключить к работе с облаком. Как быть с проектами в BIM 360? Сейчас нет информации, как Autodesk будет переводить на новую платформу. Скорее всего, никто не будет переводить, потому что BIM 360 поддерживаться будет, то есть она никуда не уходит, платформа не закрывается, то есть никто вам доступ не перекроет. Вы просто продолжите сработать BIM 360. Но я рекомендую, да, то есть все текущие проекты, которые у вас есть, вернее, как, не рекомендую. То есть если вы хотите идти там в ногу со временем с Autodesk, потому что Autodesk International Cloud, я уверен, она будет развиваться, развиваться и развиваться. То есть сюда постоянно будут добавляться новые фишки. То есть я подписан на новости Autodesk International International Cloud. Если там в случае с BIM 360 мне обновления какие-то приходили там раз в месяц, максимум два раза в месяц, то Autodesk International Cloud действительно каждую неделю сыпется. Мы сделали вот это, мы сделали вот это, вот это, вот это, новые фишки. И там не одна фишка, там фишек по 5-6 штук. Таким вот текстом приходят, где специалисты, разработчики Autodesk рассказывают, какие фишки они добавили в патрон в Autodesk International Cloud. Поэтому вот теперь я могу сказать, что я рекомендую. То есть ваши текущие проекты вы завершаете внутри BIM 360, а все новые начинаете в WTS Construction Cloud. То есть так как вам доступна эта платформа, вы можете спокойно это делать. Причем сотрудники, которые у вас работают и на текущих проектах, они точно так же могут работать и в WTS Construction Cloud. То есть так я уже начал говорить. Есть 100 мест до BIM 360, да, вы приобрели, допустим, 100 мест, 100 подписок на BIM 360. Эти же 100 мест вы можете использовать в Construction Cloud. То есть у вас 200 мест, но при этом одного пользователя он туда-сюда может перемещаться. Это все для текущих пользователей. Autodesk Docs, да, это только начало. То есть я вам показывал вот этот слайд. То есть Docs это только база. Это сервис, который, ну да, здесь, наверное, то, что это база, другое слово это не заменит. То есть вокруг него строится вся работа, вся основная работа. То есть и таким образом сервисы, другие сервисы, Autodesk Docs и Cloud, они к нему подключаются. Про сервис Collaborate Pro мы уже рассказали. И рассказали довольно-таки подробно. В начале июля месяца Autodesk провел обширную такую конференцию с клиентами, которые используют Collaborate Pro в своей работе. По этому QR-коду вы можете сосканировать, перейти на YouTube-канал Autodesk Rush и посмотреть эту конференцию. После этой конференции мы провели воркшоп с участниками, которые что-то там ручками потестировали, посмотрели, как они смогут использовать платформу в своей компании и так далее. Также сервис Тейков для планирования будет вебинар. Его буду проводить я на следующей уже неделе. Он стартует. Это в 11 часов во вторник будет этот вебинар 27 числа, если не ошибаюсь. Я уже могу с датами путаться. 27 по 1 часов вебинар по Тейков. Сканируйте QR-код, регистрируйтесь на него. Буду рад вас там видеть. Также подробно расскажем. Ну и, конечно же, сервис Build. Autodesk Build. То есть продукт, который сейчас, наверное, просто развивается. В Autodesk Construction Cloud на все 100% там фишки каждый день появляются. Этими же фишками Docs раскручивается на полную мощность, которая там есть. Потому что появляются и библиотеки для создания форм, для создания чек-листов, для создания замечаний, шаблонов замечаний и так далее. Этот вебинар мы постараемся провести в сентябре-октябре. Я хотел его провести в августе, но так как, скорее всего, многие из вас уже будут в отпуске где-то отдыхать, поэтому август месяц такой плавающий. Но в сентябре-октябре мы с вами, чем уже плодотворно работаем после отпусков, и обязательно проведем вебинар по Build. Про тандем, к сожалению, ничего вам сказать не могу, потому что пока он находится на стопе. Но при этом есть уже первоначальная информация, что с августа месяца нам будет доступен сервис Assemble. Assemble – это продукт, который позволяет вообще аккумулировать внутри себя всю стройку, закинуть туда сметы, закинуть туда договоры, вообще все-все-все, и контролировать с помощью облачных сервисов все строительство по объекту. По поводу Assemble обязательно проведем вебинар, обязательно проведем в третьем квартале, чтобы вы были в курсе тех продуктов, которые помогают оцифровывать строительство в мире, и будем вместе с вами оцифровывать строительство уже у нас в стране, в России. На этом у меня вебинар, я, наверное, заканчиваю, и перехожу уже к вашим вопросам. Нет, пока рано, рано нам еще с вами общаться, давайте уже перейдем к вопросам. Вопросов довольно-таки много, и я постараюсь на них, на все ответить. Так, по поводу проекта ответил. По поводу перехода из BIM 360 в среду of test.docs, как будет осуществляться, я уже тоже рассказал, что, скорее всего, что никак, то есть заканчиваете проект в BIM 360, но вы начинаете в FSContraction Cloud. Политика лицензирования сервисов остается так же, как и в случае с BIM 360, то есть здесь ничего не меняется. Единственное, в чем поменялась политика лицензирования, это в сервисе Autodesk Build. Но это на вебинаре уже про Build, я подробно буду рассказывать. Анатолий Тимашов, я надеюсь, правильную фамилию называю. Вопрос спикера, да, можете прямо в чат писать, то есть куда вы, собственно, и задали этот вопрос. С макросами ответил, почему нет такого уровня доступа, когда файл открывается в Revit, но синхронизация недоступна. Дело в том, что синхронизация файла Revit подключается тогда, когда вы используете Revit Cloud Work Sharing, то есть тогда в этом случае у вас есть доступ к синхронизации. Там работа строится в Revit Cloud Work Sharing немножко по-другому, то есть там существует некое такое пространство, где сохраняются модели, но не опубликуется в BIM 360, то есть нужно дополнительно нажать кнопку «Опубликовать модель в BIM 360», она там опубликуется, то есть синхронизация – это сохранение текущей версии файла для того, чтобы эти изменения в вашем файле были доступны другим пользователям, которые с этим же файлом работают. То есть это как раз фишка и отличие стандартной Cloud Models Forever, до загрузки в облако, и работа через BIM Collaborate Pro. Там работа строится намного серьезнее, качественнее, больше проверок, больше понимания того, что все специалисты работают с проверенными, актуальными и правильными файлами. Поэтому синхронизация в обычной загрузке, она как бы недоступна. Еще раз поподробнее про план-грид, то есть я расскажу обязательно на вебинаре про билд. Сейчас, если я начну рассказывать, это будет полноценный вебинар. У нас, к сожалению, время ограничено, и вас тоже скоро рабочий день придает к концу. Но если вам очень хочется узнать побольше про план-грид, то вы можете написать мне на почту. Я обязательно с вами свяжусь, и мы с вами уже обсудим более детально именно по сервису план-грид. Но билд, автодиск билд, он сделан на план-гриде. То есть движок план-гридовский там стоит, то есть билд – это и есть план-грид, можно это сказать. Касаемо отмены покупки BIM 360 DOCS. Если проектные организации начали ввести 10 объектов на платформе BIM 360, то как теперь купить техзаказчику, генподрядчикам BIM 360 DOCS? Проектировщиков на платформе сети перевести нет возможности полгода проекта. Ничего страшного, работайте на BIM 360, никуда ваш проект не делайте, закончите эти проекты в BIM 360, перейдите на VTEST Construction Cloud. То есть здесь как бы не проблемы. То есть ничего страшного, то есть ничего там отменять, никакие покупки не надо, используйте BIM 360 DOCS, введите свои 10 проектов, заканчивайте в DOCS и все. То есть если у вас будет появляться помимо этих 10 еще новые проекты, то вы можете спокойно их размещать на TEST Construction Cloud и с ними работать. Причем там не сильно изменился функционал, там просто изменились какие-то, немножко изменил структуру папок, немножко изменился интерфейс, но сотрудники спокойно смогут, кто работал в BIM 360, они спокойно смогут ориентироваться в новом интерфейсе, потому что там названия остались такие же, как и BIM 360. Так, добрый день. При синхронизации проекта более чем четвертая версия не отображает, то есть Revit 2021 открывает последнюю версию, а в браузере не отображаются последние изменения. В чем может быть проблема? TEST Construction Cloud. А версия, допустим, если еще раз загружаете, здесь тоже у нас встречный вопрос, то есть если вы еще раз загружаете, допустим, пятую версию, она загружается в итоге, и четвертая, так и третья, так и висит. Здесь дело может быть в том, что просто модель, она еще не загрузилась, то есть вы можете нажать, есть Project Log, где вы можете посмотреть степень загрузки файла, то есть на каком этапе загрузки он находится. Может просто нужно подождать, и файл загрузится. Ну, в любом случае надо смотреть, то есть так сложно ответить. Сколько по умолчанию доступно гигабайт на проект? Илья, отвечаю, платформа Autodesk Docs и BIM 360 не ограничивает подписчиков информацией, которую вы можете хранить внутри платформы. То есть это ничем не ограничено. То есть бесконечное количество гигабайт, терабайт информации вы можете хранить в облаке. Вы ограничены только рамкой своей подписки. То есть сколько хотите проектов, сколько хотите информации, сколько хотите данных, хоть загрузите туда 100-500 фильмов в Blu-ray для всех своих сотрудников, проектировщиков, пусть проектируют и смотрят кино. Это вообще без проблем, ну, платформа позволяет делать, то есть сколько угодно информации можете хранить. Все там в рамках серверов Амазона, там все хранится, это уже там, грубо говоря, их головная боль, где все это дело разместить. Вот. В случае с вашей подпиской, то есть вы ограничены только количеством подписок. Купили 25 человек, 25 человек подключили, сколько угодно информации они в платформу загружают. Почему? Хороший вопрос, кстати. Подскажите, пожалуйста, почему разработчики решили создавать новый продукт, а не развивать BIM 360? Какие технические особенности с точки зрения разработчика? Дело в том, что платформа BIM 360, она была написана на платформе Autodesk Forge, то есть ее Autodesk писал сам, писал ее сам с нуля. Скорее всего, случился какой-то момент, что дальше ее развивать либо сложно, либо невозможно. В случае с Autodesk Construction Cloud, Autodesk просто, компания Autodesk, компания Autodesk, она купила много, давайте назовем их, стартапов. Они купили PlanGrid, они купили BID Connected, они купили S-Build, они купили Assemble и взяли по чуть-чуть из этого функционала. То есть если сейчас вы возьмете в работу в Autodesk Construction Cloud, вы будете находить там кучу интеграции с этими решениями, кучу функционала из этих решений. То есть проще было взять код, скопировать, вставить, чем писать свой заново. Поэтому я и говорю, что за платформой Autodesk Construction Cloud за ней будущее, потому что она аккумулирует в себя вообще все, что касательно строительства и эксплуатации. То есть, грубо говоря, взяли, закинули кубик, этот кубик превратили в модель, эту модель в итоге построили, передали в эксплуатацию, и все это все будет задействовано в Autodesk Construction Cloud, и все это будет работать. Поэтому, видать, вот в этом все и сложилось. При этом платформа Autodesk Forge, она будет поддерживаться и в Autodesk Construction Cloud. Сейчас она находится на бета-тестировании, но все разработки, они в итоге потом можно будет плавненько перевести. Все ваши разработки, если вы разрабатываете что-то на платформе Forge, вы этот можете уже в Autodesk Construction Cloud перевести. Но когда точно, я пока вам это сказать не смогу. Такой информации у меня пока нет. Так, в дополнение есть у заказчика, генподрядчика, пока не куплены BIM 360 Docs. Соответственно, купить они их сейчас не смогут, верно? А BIM 360 Docs они купить не смогут, но Autodesk Docs они купить смогут. То есть они смогут купить Autodesk Docs и с ними работать. То есть Autodesk Docs это и есть BIM 360 Docs, то есть там просто поменялось название. Давайте это будем называть так. Autodesk Docs это новое название BIM 360 Docs. Autodesk Docs позволяет использовать и BIM 360 Docs, и Autodesk Construction Cloud. Правильно я поняла, что можно выбирать теперь давать лицензию подрядчику или он подключается со своей. Да, Анастасия, все верно. То есть теперь либо мы ему предоставляем доступ, либо он подключается со своим. То есть здесь как бы не знаю, стоит ли подробно рассказывать. То есть программа Bring Your Own Subscription, да, BIOS, она работает в Autodesk Construction Cloud, то есть можно с его лицензией подключаться. Есть ли возможность публикации проекта в облако OneDrive, Google или Dropbox? Илья, сможете, наверное, поподробнее рассказать зачем. То есть если у вас есть облако BIM 360 или Autodesk Construction Cloud, у вас в нем лежат проекты, вы в него опубликуете, и если вы не хотите кому-то там давать доступ к вашей платформе, к вашим проектам, вы можете, есть функция Shared, то есть здесь создать ссылку, так же как это происходит в OneDrive, Google или в Яндекс.Диске, создать ссылку, отправить ее кому-то из ваших коллег, он ее откроет, скачает файлы и с ним он поработает. Вот, здесь нужно уточнение, наверное, к вашему вопросу. Или вы хотите, чтобы файлы, которые лежат внутри Construction Cloud, либо, давайте будем называть ACC, в ACC или в BIM 360, если вы хотите их передавать в Google, то это можно сделать с помощью платформы Autodesk Forge, чтобы внутри BIM 360 этот движок был, то есть была прям, на GitHub был код, как это сделать, то есть чтобы проекты с BIM 360 передавались в Google или же обратно. То есть здесь нужно уточнение к вашему вопросу. Еще та же проблема, нельзя загрузить версию backup при совместной работе, можно только откатить текущий файл до выбранной версии. Вы, не совсем понимая суть вопроса, но версионности файлов BIM 360 Shuttle в Test Construction Cloud вы можете либо все предыдущие версии, либо скачать, либо сделать актуальной. Вот, здесь вопрос backup, что имеется в виду? То есть, ну, либо просто вы используете две папки, либо в файл backup вы выскачиваете, добавляете туда, не знаю, там цифра 1, либо слово backup, и у вас два файла с разными версиями находятся в одной папке. Валентин Ермаченко. Созданные модули для платформы BIM 360 будут подходить к ECC-платформе. Модули вы имеете в виду, которые вы сами написали на платформе RTSK Forge, сейчас они не подходят, в будущем, да, на RTSK Forge появится возможность интегрировать решения, которые вы создали в RTSK Construction Cloud. Сейчас уже есть топик на RTSK Forge.com, где вы можете посмотреть про ECC, и какие сейчас доступны API для этой платформы, которые вы можете настроить в свой сервис. Допустим, для того, чтобы законнектить, например, как в BIM 360 Document Management с BIM 360, сейчас вот этой функции в ECC нет. В ближайшее время может появиться. Привет, Тарасов. Да, я вижу ваш вопрос, что причина всегда одна, экономика. Согласен, что экономика экономикой, но вопрос, какие плюсы вы получаете от использования Google. В Google вы просто храните информацию, то есть нельзя работать, ее нельзя просматривать, ее нельзя анализировать, проверять, согласовывать, выдавать замечания, передавать, копировать. Нет, копировать, ладно, можно. То есть нельзя ее с точной информацией кому-то отправить, чтобы видеть, что этот человек этот файл получил. Я могу еще много перечислять разных факторов, нет уровней доступа, что самое главное, нет уровня доступа. Поэтому, или ну как бы, и здесь экономика, наверное, идет в разрез с функциональностью. Вот, то есть если вы выбираете функциональность, то, скорее всего, за функциональность вы, наверное, готовы платить. Ну и плюс ко всему, да, одно место сервиса DOCS, там рекомендованный российский цена для России, 300 долларов. Это одно место. Если вы покупаете 100 мест на свою компанию, то у вас одно место выходит 113 долларов. То есть там 113 с чем-то оно стоит, я точно не помню. То есть 100 мест за 113 с чем-то. То есть за 113 долларов вы получаете одно место, это 8 тысяч рублей. Я думаю, что для любой компании это 8 тысяч выдвига сотрудников в год, это не такая большая сумма. Плюс, если учитывать тот функционал, который перенесется из работы в стандартный, да, через локальный сервер, через локальный компьютер, в облако, и тот функционал, который вы получите, насколько он будет эффективен, сколько денег он вам сэкономит. Вот, и я думаю, что сэкономит он явно больше, чем 11300. Ну, причем, насколько есть кейсы компании, которые там на небольших проектах экономили и по полторы тысячи, ой, да, по полтора миллиона рублей на каких-то проектах кто-то там получил эффективность 50% увеличения. Поэтому здесь вы можете смело это смотреть в ТДСК университете прошлых лет и смотреть, как, допустим, компания, там, Росэкостроепроект рассказывали, Белл Девеломент, там, Брусника. То есть вы можете смотреть, как эти компании, эти ребята модернизируют свою работу и какие функциональности, сколько экономии они получают. Я думаю, что если пообщаться с ними, можете, там, контакты всех сотрудников есть. Так, Revit сохраняет backup сам при синхронизации. Да, но это опять же, то есть, если идет разговор по синхронизации, это Beam Collaborate Pro. Поэтому, если вы используете Beam Collaborate Pro, то здесь, да, есть мысль разговаривать про синхронизацию. Если нет, то, скорее всего, ну, в DOCSE этой синхронизации нет. Так, я посмотрю, что у нас еще по вопросам. Вопросы закончились. Я вроде на все вопросы ответил. Вот, коллеги, если у вас вопросов больше нет, или если в будущем они появятся, если вдруг вы будете тестировать платформу Autodesk DOCS, вы можете писать мне на почту, если у вас какие-то вопросы, будут задавать мне их на почту, звонить по телефону, всем отвечу, всем все расскажу. И при возможности всем все настрою, да, если какие-то технические неполадки будут, то есть также можете писать мне, я вам помогу, или можете писать там на своем партнеру, у кого вы приобретали софт. Поэтому мой следующий файл – это про «давайте общаться». Вы не стесняйтесь, пишите, всем отвечу. Во всех делах облачных технологий Autodesk и, в принципе, облачных решений, которые есть в нашем портфеле в CSD, обязательно всем все помогу, расскажу, покажу, проведу презентации. Сфотографируйте контакты, и если что, пишите, будем с вами на связи. Продолжение следует...